Ребят, 15 марта, воскресенье. Впереди эпидемия, карантин. Все будут сидеть дома, говорят, срочно надо бежать в магазин. Все смели, пустые полки. Друзья, всем привет. Сегодня 15 марта 2020 года. Я решил снять очередное видео для лайв-канала. Поеду в магазин для того, чтобы проверить, действительно ли так все плохо у нас на полках. Потому что мне многие знакомые, которые не находятся в России, присылают видео от людей, которые находятся в России, но которых я не знаю, что на полках ничего нет. Посмотрим на какие-то цены на ассортимент товаров в целом, потому что это будет интересно всем. И паникерам, и не паникерам, и людям, которые просто давно не были в российских магазинах. Поехали. Так-то с резиной все нормально, гребет хорошо. Вот, кстати, ребят, именно сегодня как раз такая погода, когда не хватает полного привода. Все это есть только на X-Seed'ах, на топовом бренде марки. Едет нормально, дорогу держит нормально, но трогаешься, пробуксовывает. Вот тут как раз виском муфты с подключением задних колес было бы очень уместно. Большой торговый центр отстроили на Ленинском. Какой-то период времени меня не было, может, полгода приехал. Вот такое огромное здание. Ребят, я приехал в торговый центр, который называется Лента. находится на Юго-Западе, и по причине того, что очень многие люди, мои знакомые, в том числе, которые живут не в России, но им присылают какие-то ролики и информацию из России, что в России закончились продукты, в частности, в Москве. Что все раскупили, что надо срочно что-то хватать, брать. И мне самому стало интересно, что же происходит в магазинах. Тем более, надо поехать купить элементарные продукты просто для жизни. И даже тем, кто не живет в России, им все равно будет интересно посмотреть, что у нас, в принципе, на полках. Мне и самому интересно, когда я долго сюда не приезжаю. Ребят, прикольная тема. По карте магазина можно взять сканер и смотреть цены на товар прямо. Вот он. Прямо онлайн. Так, на велосипеды точно еще не кончились. Ну что, ребят, не знаю, комментировать нет. Полки магазина «Лента» в воскресенье, 15 марта, юго-запад Москвы. Я даже не знаю, что мне здесь может не хватать, что может закончиться. Единственное, наверное, можно придраться к салажам с готовой едой. Потому что еще утро. Видимо, готовой еды не так много. Ну, я вижу у людей туалетную бумагу в тележках. Так, вы знаете, признак надвигающейся катастрофы. Я вот не знаю, стоит ли набирать картошку, ребят. Потому что картошки очень много разных сортов. И все говорили, бери картошку, бери картошку. Картошки нет. Но ее очень много, я в ней не разбираюсь. И сорта разные. 109 рублей за 2,5 килограмма. Друзья, ряды с обеззараживающими антивирусными лекарствами. Кстати, хочу заметить, что в связи с курсом, как раз сейчас, действительно, вот мне, например, надо что-то купить, потому что у меня есть рубли. И они, к сожалению, не то что сильно обесценились, но на 20% за последние дни обесценились. И некоторое вино, здесь даже испанское, оно по цене уже приблизилось к испанскому. Особенно, если акция, то есть практически как в Меркадоне в местной покупаешь. Все родные названия. Все тот же Фаустина. Кстати, вот это вино, которое я рекомендую покупать в Испании. Фаустина, они есть 5, 7, 1. То есть в зависимости от, чем меньше цифры, тем дороже и тем качественнее. Но я всегда беру 7-ку. В Испании стоит 3,70. А здесь стоит, сейчас, кстати, дорого, 900 рублей. Но была скидка, стоила 500. Смотри, вот такие цены, по моей карточке можно смотреть. Я понял, красные. А просто сейчас вот не красная цена. Вот именно сейчас цена стала желтой. Ребят, консервы. Говорят, надо брать консервы. Опять-таки, какие? Их слишком много, чтобы я мог понять, какие. Скоро я поменяю это на трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Ребят, проблема в богатстве выбора. Кстати, можно было создать ажиотаж, если мы сейчас начнем все это срочно грузить, и это начнет исчезать. То есть лента хотела бы сейчас распродать все свои товары. Им по-хорошему надо было нанять актеров, которые сейчас все это срочно набивали в телеги бы, и оставалось немного на полках. И вот это и немногое все хватали бы сразу и увозили. А на самом деле ассортимент такой, что для никого ничего не надо, потому что все есть везде. Кроме того, что абсолютно все, как всегда было и есть, везде вот такие вот баллончики. На самом деле, может быть, это уже дань времени, а может быть, дань ситуации. Правила дезинфекции рук. Прям такой ядреный, ядреный спирт. Ну, на самом деле, здорово, молодцы. Ребят, что надо брать? Что? Скажите мне. Из того, что кончается. Заканчивается. Помню, в 90-е все набирали спички, соль, сахар, мыло. Вот я думаю, нужно мне мыло или нет? Если брать, наверное, сразу вот такие промышленные бадьи по 117 рублей. Но на самом деле, обычный выбор жидкого мыла. Возьму такое за 61 рубль. Вот еще прикольное возьму, попробовать. Березовый сок. Такое точно нигде, в другой стране не найдешь. Мыло-березовый сок. Так, гели для душа. Ну, вот, по 67 рублей. Надо взять разных, запастись, мало ли. Дома сидеть, карантин, гель для душа. Штука нужная. В Испании, кстати, предмет первой необходимости – это кока-кола. Они лечатся от всего. От поноса даже рекомендуют врачи официально. Кока-кола у нас стоит 84 рубля за 2 литра. Так, друзья, дезинфекция превыше всего. Но, как всегда, водки столько, особенно российской, что я, честно говоря, не знаю, какая из них правильная. Чтобы голова не болела, пути пью немного. Стоит 889, сейчас 339. Так что пусть будет белая сова. Надеюсь, останусь жив. С пивом такая же ситуация, как и с крепким алкоголем. Его слишком много. Практически все разлив в России. Что-то испорчено безвозвратно, что-то неплохое. Но все это нужно понимать. И, честно говоря, наверное, ничего все-таки так брать не буду. Потому что то, что импортировано, оно стоит в России довольно дорого. Неоправданно дорого. Импортированное пиво. А местного разлива. Ну, это очень много надо перепробовать, чтобы прийти к какому-то выводу однозначному. Что тебе нравится и что тебя устраивает. Так, вот стиральный порошок. Какой-то со скидкой 333 рубля. Какой-то 509. Честно говоря, не поймешь. Вот здесь выручает тот самый сканер. Ну-ка, просканируй. А где? Где штрих-код? Ну, где? О, вот. 509, видишь? А я хочу за 333. 509 по карте, так 536. И тут 15 капсул. А здесь 23 капсул за 333. Так как мы будем много есть и сидеть дома, нам нужно мыть посуду. Мы купим посудомоечные. Таблетки для посудомоечной машины. 877 рублей по скидке. Посмотри, оно нет. Все. Ферри, ну, возьмем за 87. Вот эта красная цена, она притягивает взгляд. И всегда кажется, что ну зачем брать дороже. Поэтому выбор очень сильно сокращается. А вот и первые паникеры, ребят, в магазине. Так, зеленый горошек, те же консервы. Консервы вроде надо набирать. Но, честно говоря, зеленый горошек периодически путен и вредный. Но я его периодически с сосисками с утра на завтрак употребляю. Давай одну такую возьму, а другую. Да, для разнообразия возьми другую. Так, с овощами и фруктами тоже как-то не наблюдается катастрофа. Мандарины 129 рублей. Ну, знаете, что меня в них привлекает? Та самая наклейка из детства. Вот она. Помнится, на холодильник одну наклеил и вокруг ромбиком выкладываешь огромную картинку. Надо взять хотя бы из ностальгии. Хоть не Новый год. Все всегда свежее, полезные сладости, здоровый грекус, здоровый завтрак. Но это все не для нас. У нас карантин, эпидемия. Нам здоровый завтрак не подходит. Нам нужно все для карантина. Вот. Вот эта полка, которую я так люблю в любом российском магазине. Это соленье. Квашеная капуста, огурцы, помидоры. Брусника моченая. Клюква. Чеснок маринованный. Так, капуста квашеная с яблоками, с кареном, с морковью квашеная по-деревенски. Капуста маринованная по-московски. 79 рублей. Ну, мы же в Москве. Надо брать. Ну, да, это выгоднее получается, расфасованная. Ну, ладно, выкладываем по-московски, бери такую. Ну, и голодающие могут купить сразу готовую еду. Пока эпидемия. Все сметают, пустые полки. Ням-няма нет, как мне вчера написали из Лондона про Москву. Москва принимает эстафету. Знаете, при всем моем сарказме и таком скептическом отношении к определенным моментам, происходящим у нас в стране, в данном случае в России, не могу я, друзья, подтвердить то, что все плохо и что люди все сметают. Это магазин, который находится в огромном торговом центре. И здесь, ну, реально вокруг жилые кварталы с тысячами людей. Никому, в общем-то, ничего и не надо. Вы, наверное, скажете, что поздно, потом они опомнятся и все сметут. Ну, да, здесь с вами, конечно, соглашусь. Хватает искры и возгорается пламя. Но пока вот паники нет, все есть. И самое главное, это показывает то, что продукты, они в целом есть. То есть, если все сейчас побегут и все будут себе покупать и запасаться, конечно, продукты закончатся. И начнется тот самый, та самая истерия, о которой все говорят. Ну, а пока вот этой искры нет, продуктов тоже очень много. И никому ничего не надо. Кстати, вот что пропало в испанских магазинах еще перед моим отъездом из Испании, это творог, который импортировался из Германии, из Литвы, из каких-то стран Балтии. Он был только в одном магазине Алькампа, который Ашан известен более в других регионах. Это он Алькампа в Испании. И он там пропал, к сожалению. А здесь? Здесь еще есть. Надо только выбирать. Сыр, понятное дело, санкционочку не найдем. Ну, пожаловаться на то, что сыра не хватает, но было бы нечестно. Ну, кстати, вполне неплохая альтернатива к хамону. Черный кабан, окор, 99 рублей. Знаете, как-то так, продуктовая корзина получается такая, что самому стыдно. В основном такие-то однобловства и деликатесы, потому что, ну, не хочется ничего набирать. Такого прямо вот для апокалипсиса, когда ты понимаешь, что все есть и в очень большом количестве. Ваня, пойдем уже куда положено при апокалипсисе. Рис, гречка, крупы. Не-не-не-не, ты на это не смотри. У нас голод, эпидемия. Пойдем. Рис и гречка. Наше все. Прикольно будет, если это видео окажется последним, как изобилие будете потом смотреть и говорить, вот все же было. Все же было, все же можно было купить. Что ж неправильно. Хозяйственные, Иван. Мука, бери, печь будем. А потом уже натуральным хозяйством полюшко засеем, пшеницу косить будем. Ну ладно, все сказали, надо брать макароны. Возьмем макароны. Он должен быть пропаренный, наверное, я помню историю. Что, Иван, запутался? Какой для апокалипсиса правильно выбирать? Написано должно быть. Для эпидемии. Такой, бери. Пропаренный. 83 рубля. Ну сколько нужно брать? Телегу нужно набивать или нет? Можно один или два пакета взять и все. Пельмени. Пельмени тоже такой момент, в который долго лежат в морозилке. Электричество, я думаю, у нас будет. Электростанция не остановится. 199 рублей за пакет. Надо всех по одному. Так, оливки. Оливки, Иберика, Испания, Фанчоусы. 79 рублей. Они, кстати, так и стоят примерно около евро в Испании. А вот тушенку, я смотрю, подразобрали. Причем с надписьми «Бойкомплект». Ну надо брать «Бойкомплект». Причем пыль вековая такая на ней. «Бойкомплект». Разбирают, разбирают. Но, кстати, если посмотреть на другие наименования тушенки, то ее здесь много. Разбирают только самое дешевое. В принципе, это подтверждает мои предположения, что наиболее незащищенные слои населения, которые, во-первых, с деньгами плохо, а во-вторых, они очень подвержены пропаганде. Ну, они разбирают самые дешевые продукты для того, чтобы запастись. Ну, знаете, психоз – это, конечно, заразно. Все берут банки. Банки в любом случае лежат долго. Но пусть лежат, вместо в квартире есть надобные консервы. Вот тунец в масле из Таиланда никогда не пробовал. Сухарей, сухарей. Как я мог бы обыть, что в такое смутное время надо брать сухарей. К чаю, я так понимаю, никто ничем не интересуется. Да, собственно говоря, и кроме сладкого сам по себе чай, кофе. А раньше втаривались кофе, чаем. А теперь никому это не надо. Гречка, гречка – вечная валюта всех поколений. Масло. Опять масло столько, что не знаешь, какое выбрать, но я не хозяйка. Вот жена сказала, возьми 4 пачки масла. Ну, ладно, возьму, валю. Точно знаю, что мы его периодически покупаем. И стоит 134 рубля за упаковку. Вообще, конечно, если предполагать, что придется находиться дома долго, безвылазно, и электричество все-таки будет, надо брать заморозку. Заморозки очень много разной. Самые разнообразные, начиная от овощей и фруктов, заканчивая всякая самса, тесто слоеное, мясо, пицца в огромном количестве, естественно, ничего не разобрано, ничего не заканчивается. Вот можно такими ложками набрать себе наггетсов на развес. Все это можно, конечно, запастись в большом объеме. Но я, честно говоря, не понимаю, что именно нужно покупать, о чем мне говорили все мои многочисленные друзья. Что-то я не вижу никакой эстафеты. Но в первом приближении, мне кажется, уже, наверное, ну, на месяц, наверное, мы точно втарились. Там уж как пойдет, там уже растительное хозяйство. Заведем курочку, корову, доить будем лыточку. Кстати, курицу надо здесь с мясом. Пойдем. Вот так, ребят, стоило бы дойти к курице, и начался ажиотаж. Все сразу встали. Курица, курица, заморозка, последняя, последняя. И чаще говоря, последнюю забрал, ходи мимо прилавков и чаще говоря, последнюю забрал. Ну и для того, чтобы отпраздновать наш апокалиптический поход в магазин, надо взять какой-то тортик. А то ничего нет, ничего не будет, все умрут. Вчера вот я брал птичье молоко. Честно говоря, люблю птичье молоко, когда приезжаю в Москву, все время его покупаю. Ну, как-то мы его уже так много ели, что заказ был на что-то другое. Киевский, между прочим. А сделан Филипп Эйкер, не тот киевский, неправильный. Несколько лет назад считалось, что надо брать выпечку от Палыча. Сейчас не знаю, может быть, уже все поменялось, но наверное, рисковать не буду, а то, скорее всего, завтра уже ничего не будет. Возьму сегодня что-нибудь от Палыча. Ребят, смех смехом, но телега-то у нас такая получилась. Как раз люди, которые сейчас приходят, которые проснулись и пришли в магазин, потому что времени сейчас, ну, в 12 дня идет, в воскресенье, они видят нашу телегу и говорят, о, где вы взяли коробки, надо все скорее тоже набирать, консервы. То есть мы создаем тот же самый эффект, который люди создают, цепная реакция друг за другом. И мы пришли сюда просто поснимать, то все равно набрали всякой дряни. Утешаю себя одним, что, в принципе, я и так все это съел бы, ничего лишнего не взял. Да, ребята, приходится уходить. Телега переполнена. Можно было бы, конечно, еще одну набрать, но как-то уже неудобно. Иван, на тебе еще потом, на тачку поменяешь на хорошее. Итого, друзья, как-то незаметно, незаметно-незаметно, но получилось 15 тысяч рублей. И 5 тысяч сэкономили по карточке, потому что это была карта лента. Сейчас найдутся люди, которые однозначно скажут, что это была какая-то реклама ленты. Нет, просто он рядом находился. И для чего я это снял? Если люди живут в Москве, тем более где-то неподалеку, они сами все это знают. Но есть люди, которые либо из магазина не выходят, либо не в России сейчас находятся, или вообще в ней давно не были, им просто интересно. Они видят какие-то ролики, фейк какой-то. И друзья, которые сейчас в Испании находятся, присылают мне все то же самое, ту же информацию, что все есть. Никто ничего не раскупил, не разобрал. А если и разобрали, то подвезли новое. И я вам скажу честно, были ситуации, и люди надо мной смеялись, и сотрудники магазина усмехались. То есть это у всех вызывает только смешок. Ну, как к нему пройти? Так вот, да? А я не пройду тут? Пройду. А как? Между машиной-то. А вон там есть писть. На самом деле, друзья, все вот эти вот настроения, катастрофы, эпидемии, они зависят от нас самих. И в принципе, главное, во-первых, не поддаваться панике, а самое главное, не мешать другим людям спокойно жить. Потому что вот создавая все вот эти вот фейки в сети, рассказывая друг другу, ну на самом деле нам, наверное, просто уже скучно жить. Большинство из нас хочется увидеть какую-то встряску, хочется увидеть, что он прав. Вот смотрите, я все это накупил, а теперь смотрите, раз и не пропали эти вещи и продукты в магазине, мне же нужно как-то оправдать, что я все это купил, что я не идиот. И я буду всем говорить, вот смотрите, присылать всякие ролики страшные. Сам в душе радуюсь, сколько я всего накупил, какой я молодец, какой я умный. И мне будет даже немножко обидно знать, что я накупил, а эпидемии-то никакой нет, и катастрофы нет. Если говорить о моем отношении к этой так называемой эпидемии, то я ее называю инфодемией. Там, где люди в большинстве своим даже хотят обманываться, миру нужна встряска, и люди, наверное, им все надоело, они устали от рутины, и вот им хочется смотреть новости, покупать продукты. Давно не было очередного витка, в мире все происходит по спирали. Ну и вот в очередном витке спирали я поучаствовал в России. По крайней мере, месяц буду сидеть, монтировать для вас ролики. Спасибо, что посмотрели, но посаранно. Ребят, 15 марта, воскресенье, впереди эпидемия, карантин. Все будут сидеть дома, говорят, срочно надо бежать в магазин. Все смели, пустые полки. Фу, слава богу, обманули. Все на месте. Все на месте.